На ННТ новости 24 в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что будет сегодня в выпуске. В Доме Дружбы прошла научная конференция, приуроченная к 220-летию имаму Шамиля. В Доме Дружбы прошла научная конференция, приуроченная к 220-летию имама Шамиля. Представители власти, духовенства и министерства отметили значимость этой исторической фигуры. О личности имама Шамиля, а также что сделано в Дагестане в честь выдающегося наиба в материале моих коллег. Длинная борода, горская папаха и сабля – все то, что всегда было при имаме Шамиле. Третий имам Чечни и Дагестана. Он боролся за то, чтобы Дагестан и весь Кавказ не был под гнетом внешних сил. Значимость юбилея, а именно 220-летия со дня рождения имама отметили и первые лица республики. Более выдающейся личности в истории Дагестана не было и нет. Это еще раз об этом сведение тех, кто начинает пронебрегать этим вопросом и этой личностью. Я только так это оцениваю. 25 лет войны за свободу Кавказа. Немало пролитой крови и потерянных солдат. Имамат в лице Шамиля бился за свое право быть свободным. Но главной целью имама, как отметил глава республики, было найти достойное место Кавказа в истории государства. Ни разу фактически имам Шамиль не высказывался категорически против союза с Россией. Он просто, как и весь дагестанский народ, мы искали достойное место в российской истории и в российском государстве. Я подчеркиваю, искали достойное место. Историки отмечают, даже после пленения имам вел себя, как подобает настоящему воину. Посему, по мнению религиозных деятелей, его можно назвать достойным примером для каждого молодого человека. Имам Шамиль создал первое на Кавказе государство под названием имамат. Из-за справедливости и точности следования нормам шариата, великие ученые-анимы назвали имама Шамиля шестым праведным харифом на земле. Имама Шамиля помнит и чтит и сама молодежь. Некоторые даже делятся запоминающимися моментами из жизни предводителя горцев. Участвовал во всех битвах единолично. Даже когда он был с русским царем после его плена, царь ему сказал, как ты остался живой, ведь на тебе нет ранений. И он снял с себя всю одежду, и на нем было 14 ранений, которые были несопоставимы с жизнью. Он должен был умереть, но он выживал. Личности имама Шамиля, а также периода Кавказской войны в Дагестане уделено особое внимание. Больше года назад в Унцикольском районе в память о Кавказской войне построили мемориальный комплекс с Ахульго. В честь имама в Махачкале названы улицы, проспекты, а также издано немало исторических книг. До сих пор мы до конца не осознали роль и значимость имама Шамиля. История не только Дагестана и России, но даже могу сказать смело в мировой истории. Потому что Шамил до сих пор не изучен все его рукописи, до сих пор личные вещи Шамиля, письма Шамиля, разборственные по всему миру. Нам еще предстоит много очень сделать. Напомним, что совсем недавно в Махачкале в одном из кинотеатров столицы вышел документально-художественный фильм о жизни Шамиля. А в частности о судьбе одной из его жен Шуайнат. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. «Подари мне жизнь» – с этим лозунгом состоялась акция, направленная против абортов. Организована она Министерством здравоохранения Республики Дагестан совместно с Движением Матери России. Мероприятие проходило в стенах Республиканского перинатального центра «Мама Патимат», который в недавнем времени начал свою работу. Всероссийская акция «Подари мне жизнь» проходит в нашей стране уже несколько лет подряд и направлена на привлечение внимания общественности к проблеме абортов в стране. Также целью акции является предотвращение прерывания беременности, кроме тех случаев, когда она угрожает жизни и здоровью матери. «Счастливое, радостное предназначение женщины – дарить миру нового человека новую жизнь, а материнство дает ей возможность понять истинную сущность человеческих отношений. Выбирай жизнь». Посредством социальных видеороликов и докладов организаторы конференции постарались донести информацию о вреде абортов и о том, насколько ценной является хоть и крохотная, но человеческая жизнь. «Дети не должны рождаться на свет нежелаемыми. Дети должны знать, что их всегда хотели, их всегда будут любить. Поэтому те массовые мероприятия, которые пройдут, действительно, кульминацией их явится 15 число. И мы надеемся на то, что не только медицинское сообщество, общественные организации будут присутствовать, но и все на население. Не случайно мы выбрали местное проведение – это русский театр». Для разъяснения всей опасности аборта на конференцию были приглашены представители различных религиозных конфессий. Они, в свою очередь, отметили, что сохранение ребенка, даже с некоторыми отклонениями, с моральной точки зрения является большим подвигом для родителей. «И сам запретил – это очистил воздействие человека. И цеду жизни поставил на очень высокий уровень. Даже по шариату, то, что запрещено человеку использовать в пищу или что-то, дабы сохранить жизнь этого человека, в необходимом мире шариат разрешает этому человеку использовать это, пойти на такой риск». Как известно, последствия прерывания беременности множество. Но главным из них, по словам врачей, является развитие бесплодия. А рождение ребенка в жизни любой женщины является главным событием и чудом. И возникает вопрос, стоит ли лишать себя этой радости жизни из-за одного аборта. Алина Хасамбекова, Нурмухаммад Мухаммадов, телеканал ННТ, Махачкала. Открытием новой спортивной площадки в образовательном учреждении «Райские птички» ознаменовалась середина лета. Педагоги и воспитанники этого махачкалинского учреждения совместно с именитыми спортсменами Дагестана присутствовали на торжественной церемонии перерезания красной ленточки. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. В общеобразовательном учреждении «Махачкалы» «Райские птички» прошла церемония открытия новой спортивной площадки. Территория включает в себя поле для игры в футбол с профессиональным покрытием, искусственным газоном и открытую воркаут-площадку. Красную ленточку перерезала Елена Ельникова, заместитель председателя народного собрания. Она отметила, что все самое лучшее должно быть именно у детей, поскольку они и будущие республики. А сегодня к вам дети пришли в гости практически большая часть арминистерства. Наши республики Дагестан и только с одной целью, чтобы поздравить вас с замечательным праздником, открытием вашей прекрасной спортивной площадки современной. Мы признаем, что в этой школе учатся, растут, развиваются будущее нашей республики Дагестан. Наставники, тренеры, представители ведомства и организации Дагестана, присутствующие на мероприятии, признались, что сегодня у молодежи есть больше стимула для спортивного развития. Такие площадки для развития детей, особенности в школах, садах, детских садах и вообще в учреждениях, образовательных учреждениях. Если вот такие площадки будут, я думаю, дети наши будут заниматься спортом. А спорт, это будет она зарядка, будет она какое-то начало спорта, это и есть здоровье нации. Видели открытие такой прекрасной площадки, это, конечно, очень приятно, очень радостно, потому что это дает большой стимул для детей. И, может быть, я даже уверен, что среди этих маленьких детей есть будущий олимпийский чемпион. В планах у педагогов использовать новое поле разнообразно, организовывать совместные спортивные мероприятия и игры с учениками. Школьники, в свою очередь, не скрывая улыбок, выразили обеспокоенность лишь о том, что играть в футбол они смогут только с понедельника по пятницу. Я буду каждый день сюда ходить и играть в футбол. Но субботу и воскресенье у нас будут выходные, и я не смогу сюда прийти. В завершении атлеты Федерации воркаута Дагестана и школьники устроили показательные игры в футбол, волейбол, а также продемонстрировали силовые тренировки на перекладинах для воркаута. Представители Народного собрания подарили будущим чемпионам футбольные мячи. Ну и напоследок курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 30 копеек, евро 68 рублей 77 копеек. На этот час у нас все. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин